В ночь на вторник в северном округе пассажир легковой машины, которую полицейские остановили для проверки документов, искусала автоинспектора. Инцидент произошел на перегоне между остановками Топографический техникум и 51-я школа. Тойота Корона двигалась в сторону центра города. В машине ехали две молодые пары. Заметив мобильный пост, 23-летний владелец машины притормозил и проехал чуть вперед. А потом, не выходя из автомобиля, выбрался из-за руля и проворно поменялся местами с девушкой, ехавшей на заднем сидении. Подмена была замечена, поскольку останавливавший машину полицейский видел, кто вел машину. Когда молодому человеку предложили выйти из аномарки для проверки документов, тот заупрямился. Когда же его стали вытаскивать наружу силой, стал сопротивляться, а пассажиры скандалить. К активной обороне подключилась и 20-летняя возлюбленная шофера. Натолкнувшись на групповое сопротивление, полицейские применили средства нелетального воздействия на нарушителей. Девушка колотила полицейского кулаками, но, видя, что это не приносит эффекта, укусила офицера за руку. На мужа мы его накинулись и начали закрываться. Сюда готовили группу. Начали заламывать. Не, начали к чему. То есть это вы его укусили? Ну да. Потому что, извините, мне больно, мне шокировали несколько раз. И молодого человека его спутницу заковали в наручники. Пострадавшему офицеру вызвали скорую помощь. Рану обработали на месте. Оставлять пост автоинспектор не стал. Вскоре на месте событий появилась мать второй девушки. Женщина, зная образ жизни подруг, заочно была на стороне полицейских. Чего, никак не напьетесь? Успокойтесь. Весело живется вам. На роль адвоката дочери женщина подходила мало. Дело было шито настолько белыми нитками, что и заинтересованной стороне рассказанная история правдой не казалась. Так в Хабаровске появилась очередная машина, которая ездит сама по себе. Специально обученная «Тойота» развозит хозяина и его друзей по домам. Проходить тест на трезвость автовладелец отказался. Пару доставили в отделение за нападение на сотрудников правоохранительных органов. Хозяину иномарки, кроме того, грозит 30-тысячный штраф и лишение водительских прав. В момент задержания компания возвращалась домой с празднования дня рождения. С места происшествия Валентин Борозняк, Александр Ефанов и Степан Симонов.